Аркадий Владимирович Дворкович, российский экономист, заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, председатель совета директоров ОАО РЖД с 22 июня 2015 года, помощник президента Российской Федерации с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года. Биография родился 26 марта 1972 года в Москве, отец Владимир Яковлевич Дворкович, международный шахматный арбитр, мать Галина Львовна Дворкович, брат Михаил Владимирович Дворкович, предприниматель, окончил среднюю школу номер 444 города Москвы с углубленным изучением математики и прикладной математики, экономический факультет Московского государственного университета ММВ, Ломоносова по специальности экономическая кибернетика, российскую экономическую школу с дипломом магистра экономики, университет ДЮКА с дипломом магистра экономики в МГ учился вместе с будущим бизнесменом Зьевудином Магомедовым. Экспертная работа. С 1994 года. Консультант, старший эксперт, генеральный директор, научный руководитель ЗАО, экономическая экспертная группа, объединившую ряд лиц, связанных с Департаментом макроэкономической политики Министерства финансов России. С 2000 года. Эксперт Центра стратегических разработок под руководством Германа Грефа. Вцесар занимался разработкой бюджетной и налоговой политики. В марте 2000 года выступил соавтором экономической стратегии России в первом десятилетии 21 века, подготовленной фондом «Либеральная миссия» Егора Гайдара и Евгения Ясина. Некоторые положения этого труда перешли в правительственную программу, подготовленную в Центре стратегических разработок. Газета «Коммерсант» писала, что программу, в написании которой принимал участие Дворкович, готовили в условиях строгой секретности Алексея Улюкаев, Сергей Синельников, Михаил Дмитриев, Олег Вьюгин, Михаил Краснов. За написанием программы по методам Чикагской школы наблюдали чиновники МВФ. Дворкович отвечал за налоговую часть программы. Госслужба с августа 2000 года, советник министра экономического развития и торговли Российской Федерации Германа Грефа, 26 марта 2001 года в день своего 29-летия распоряжением главы правительства Михаила Касьянова назначен заместителем министра экономического развития и торговли России, был одним из разработчиков налоговой реформы с введением плоской шкалы 13-процентного подоходного налога. Со 2 сентября 2004 года председатель наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». С апреля 2004 года начальник экспертного управления президента России. С 13 мая 2008 года помощник президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. 19 мая 2008 года назначен также представителем президента России по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями стран, входящих в большую восьмерку российским шарпой. 31 декабря 2009 года распоряжением президента Дмитрия Медведева включен в состав рабочей группы по разработке проекта создания территориально-обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов. С 2010 года Дворкович является членом попечительского совета фонда «Сколково». В сентябре 2011 года негативно отозвался в своем твиттере о решении Путина участвовать в президентских выборах. Годом ранее Дворкович в интервью BBC высказал мнение, что Медведев хочет остаться на второй срок. Секретарь комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. 21 мая 2012 года назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. 4 июля 2012 года назначен председателем правительственной комиссии по мониторингу продовольственных рынков. 22 июня 2015 года назначен председателем совета директоров ОАО «РЖД» посты в других организациях. С 2006 года член правления Российского футбольного союза, руководитель программ развития российского футбола. С 2007 года первый вице-президент Российской шахматной федерации курировал в РШФ развитие детских шахмат, пропаганду и улучшение финансового обеспечения развития шахмат в России. В 2009 году, когда Дмитрий Медведев выступил против совмещения государственных должностей и постов в спортивных федерациях, ушел в отставку. В 2010 году избран председателем наблюдательного совета РШФ. В 2010-2014 году председателем наблюдательного совета Российской шахматной федерации. С июля 2015 года председатель совета директоров Российской экономической школы «Собственности и доходы». Согласно официальным данным, доход Дворковича за 2011 год составил 4 миллиона рублей. Доход супруги – 42,21 миллиона рублей. Вместе с супругой Дворковичу принадлежат два земельных участка общей площадью 87 соток, жилой дом, две квартиры, гараж, стоянка и два автомобиля «Лексус». Наградой Орден почета, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством двух степени, медаль в память тысячелетия Казани, великий офицер Ордена за заслуги перед Итальянской республикой, медаль за вклад в создание Евразийского экономического союза одностепени, семья. Дворкович Владимир Яковлевич – отец международный шахматный арбитр, председатель коллегии судей Российской шахматной федерации. На протяжении многих лет друг и помощник чемпиона мира Гарри Каспарова. Дворкович Михаил Владимирович – брат основателя Ассоциации предпринимателей «Новое дело», известен публичными и потажными акциями. Рустамова Зумрудханда Дашивна – жена, бывший заместитель министра имущественных отношений Российской Федерации, вице-президент Сибирской угольно-энергетической компании. По состоянию на 2011 год являлась заместителем генерального директора горнорудной компании «Полиметалл», членом совета директоров ряда крупных российских компаний. Магнитогорский металлургический комбинат ОАО «Международный аэропорт» Шереметьево ОАО «Ханты» Монсейский банк ОАО «Полюс золота» ОАО «Группа компания «Эпик» У супругов есть сыновья Павел Владимир и Денис Некоторые статьи «Все будет хорошо» Отечественные записки 2002-2002 Номер от 4 до 5 Налоговая реформа 2003-2005 Экономика России, 21 век, 2003, номер 13 Государство избыточно вмешиваться в экономику не будет Ведомости ведомости РУ 13 сентября 2012 года Нарушение ПДД 15 января 2012 года Сообщество «Синей ведерки» уличило спецавтомобиль чиновника в грубом нарушении правил дорожного движения в центре Москвы На сайте сообщества появился видеоролик, на котором запечатлен черный автомобиль с мигалкой, двигавшийся на высокой скорости по Садовому кольцу столицы без включенного спецсигнала Дворкович признал, что это его авто Написав сообщение в Твиттере, ехал слишком быстро Водитель написал объяснительные Выводы сделали Редактор субтитров А.Семкин